Коллеги, доброго дня! Сегодня мы продолжаем обзор бурового оборудования из коллекции Национального исследовательского Томского политехнического университета и поговорим о шинопневматической муфте. Шинопневматическая муфта это элемент трансмиссии многих буровых установок и является элементом системы пневмоуправления. Что она из себя представляет и для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы передавать вращение от одних валов к другим, либо включать какие-либо передачи, либо валы во вращение. То есть наиболее часто они применяются в трансмиссиях буровых лебедок. Она представляет собой резиновый баллон. На этом резиновом баллоне он пустотелый, на нем имеется специальный сосок для подвода воздуха. Внутренняя часть баллона, а иногда и внешняя, покрыта специальными фрикционными накладками металлическими. То есть вот так они выглядят. Фрикционная металлическая накладка закрепленная. Они имеют сменный принцип. Можно заменять. Ну вот здесь приведен пример изношенной, а тут в принципе просто сорванная и удаленная. Так как работает шинопневматическая муфта? Воздух через подающий сосок нагнетается внутрь баллона, шинопневматическая муфта начинает надуваться, увеличиваться в размерах и прижимается непосредственно фрикционными накладками к целевому валу, вводя его в зацепление с собой и передавая вращение от какого-то другого вала, либо это уже зависит от области ее применения. В некоторых случаях шинопневматические муфты, то есть принцип шинопневматической муфты может использоваться для торможения каких-то валов и так далее. То есть принцип здесь именно заключается на обжатии целевого объекта за счет силы расширения воздуха в рамках замкнутого баллона. Итак, коллеги, я надеюсь, что данный элемент был вам интересен, информация о нем полезна и приглашаю вас посмотреть другие видеоролики нашего видеообзора «Право или без». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!